Здравствуйте! Вы смотрите новости в начале выпуска. Коротко о главных темах. Отчет о деятельности полиции, внесение изменений в бюджет и выбор кандидатуры общественной палаты. Депутаты городской думы провели заседание. За два месяца 10 случаев нетрезвого вождения. Муравленковские автолюбители позволяют себе лишнего и попадают под уголовную ответственность. Заболеваемость растет в школах и детских садах. Введены ограничительные мероприятия. Депутаты городской думы провели сегодня очередное заседание. Народные избранники приняли решение о внесении изменений в бюджет города на 2019 год, заслушали отчет о деятельности полиции и выбрали членов общественной палаты. А также утвердили новую схему избирательных округов. Все подробности у Эрнеста Бавшина. В повестке февральского заседания 10 вопросов. Первый – о деятельности городской полиции. Начальник отделения Нил Хвисько отчитывается о результатах работы за прошлый год. В целом, на сегодняшний день в структуре преступности для муниципального образования города Муравленко характерна имущественная направленность криминальных проявлений. Их доля в общем массиве зарегистрировано преступление составляет более 52%. Особую тревогу у полицейских вызывает растущее количество мошенничеств. Несмотря на всю проводимую профилактическую работу, муравленковцы продолжают попадаться в сети аферистов. Всего в 2018 году было зарегистрировано 68 фактов. Удельный вес расследования составил 6,2%. К позитивным моментам Нил Хвисько отнес значительное снижение преступлений, совершенных подростками. Минус 87% к уровню 2017 года. Снижается уровень преступности на улице и в общественных местах. Доклад начальника полиции депутаты приняли к сведению. Еще один вопрос повестки – внесение изменений в бюджет. Доходы городской казны в этом году увеличатся более чем на 164 миллиона рублей. Проектным решением предусматривается изменение основных характеристик городского бюджета. Доходы составят 4,876 миллионов рублей. Расходы – 4,960 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на увеличение целого ряда расходных статей городского бюджета. Это касается переселения граждан из ветхого аварийного жилья, закупка нового школьного автобуса, оказания материальной помощи льготной категории, благоустройство города. Депутаты единогласно утвердили предлагаемые параметры корректировки бюджета. В 2020 году во время выборов нового состава Думы будет использована измененная схема избирательных округов. Вместо 10 их станет 5. На одного депутата увеличится численный состав Думы. Новая схема включает в себя 5 многопандатных избирательных округов с количеством мандатов в 4 округах по 4 мандата и в одном округе 5 мандатов. Изменение численного состава Думы позволит продолжать работу представительного органа в случае досрочного сложения полномочий отдельными депутатами. Мы каждый год проводим выборы, тратим на это бюджетные деньги, а при этом форум в городской Думе есть, городская Дума работоспособная. В связи с этим есть возможность, что если по каким-то причинам на сбору достаточно мобильный, кто-то уезжает, в какие-то моменты не будет необходимости повторно проводить дополнительные выборы депутатов городской думы и затрачивать на это обещание бюджетные деньги. Новая избирательная схема утверждена единогласно. Следующий вопрос – выборы шести членов общественной палаты города. По действующему закону половину состава коллегиального органа назначают депутаты. В итоге по предложениям депутатского корпуса в состав палаты войдут Руслан Байрамов, Марина Елисеева, Татьяна Козырь, Алексей Ракульцев, Екатерина Богородская и Татьяна Мельникова. Остальные шесть общественников будут избраны самими членами палаты. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. В Муравленко растет сезонная заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями. Эпидемический порог превышен на 24%. За минувшую неделю в поликлинике города обратились 547 человек, из них 352 – это дети. В госпитализированы были 6 человек, у двух горожан подтвердился грипп со штаммом H3N2. Выявлены и 4 новых случая пневмонии. В связи с этим по постановлению Роспотребнадзора во второй школе введены ограничительные мероприятия. В школе налажена кабинетная система, соответственно каждый класс будет заниматься только в отдельном кабинете. Ограничены все массовые мероприятия, усилены все противопедемические мероприятия. Также у нас продолжаются мероприятия в детских садах – это Снежинка, Теремок. В связи с превышением эпидпорога отменены культурно-массовые мероприятия, объявлен масочный режим. Добавлю, что Центр гигиены продлил работу горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Задать интересующие вопросы муравленковцы могут по телефону 26 992. Бизнесмены города готовы убрать трейдбоксы с территорий своих магазинов. Об этом предприниматели заявили на встрече, которую организовало местное отделение партии «Единая Россия». Все подробности у Ирины Бугрим. Ситуация с замаскированными терминалами с каждым днем только усугубляется. В трейдбоксах проигрывают деньги подростки, не отстают в пагубном развлечении и взрослые. Напомню, в декабре глава города Александр Подорога обратился к бизнес-сообществу с просьбой убрать терминалы с территории торговых заведений. Призыв поддержали. Сейчас предприниматели готовы перейти от слов к делу и добавляют. Когда оформляли договора на предоставление места в аренду, они и не предполагали, что за терминалы там будут установлены. Одновременно подписав договор, они возложили на себя обязательства, потому что договор подписывается долгосрочный. И для того, чтобы расторгнуть этот договор, нужны очень веские причины, либо выплата каких-то штрафных санкций. Трейдбоксы, которые маскируются под терминалы для проведения неких биржевых сделок, можно найти в разных точках города. Полиция заказывала экспертизу аппаратов, но она не показала наличие в них игровой платы. В одном из магазинов, владеет которым Юсиф Байрамов, трейдбокс стоит с прошлого года. Договор аренды у бизнесмена заключен с поставщиками из Москвы. В марте он будет расторгнут. Несмотря на то, что он находится в аренде, я переговорил с арендатором, и мы эти трейдбоксы убираем 4 марта. Это окончательный срок. Предприниматели говорят, они не получают от аренды мест огромной выручки. Прибыль уходит к владельцам трейдбоксов. Я очень рада, что предприниматели с нашего города все-таки являются социально ответственными. И они понимают, что недопустимо у нас в городе распространение таких автоматов. И что, конечно же, с этим делом надо покончить. Как только у договоров истекут сроки аренды площадей, трейдбоксы будут вывезены из всех магазинов и торговых центров. Ирина Бугрим, Владислав Дроботов, Петр Хаджаев. Новости Муравленко. Новые парки, скверы, детские площадки и скульптуры появятся этим летом на Ямале. На эти цели выделено почти 3 миллиарда рублей. В Муравленко благоустроят три общественные территории. Муниципальные проекты благоустройства обсудили на заседании окружной комиссии по реализации программы «Комфортная городская среда». 2019 год объявлен губернатором Ямала Дмитрием Артюховым годом благоустройства. Глава региона не раз акцентировал внимание на том, что очень важно, чтобы все объекты получили одобрение жителей. В Муравленко планируется благоустроить три общественные территории. Это зона отдыха в микрорайоне Юбилейный, в районе детской игровой площадки «Кораблик». Игровые площадки в микрорайонах в Солнечном и Административном. Здесь установят малые архитектурные формы, проложат тротуары, ливневую канализацию. Все работы выполнят с учетом пожеланий жителей города. Предложения вообще по благоустройству всех трех общественных территорий у нас впервые прозвучали еще в ходе предвыборной кампании в нашу городскую думу в 2015 году. И в дальнейшем в ходе встреч нашего проекта «Открытый диалог» эти территории практически всегда звучали. Поднимался вопрос по их благоустройству. То есть можно сказать, что это такой наболевший вопрос, который как минимум три года уже звучит на встречах с жителями нашего города. На интернет-портале «Живем на севере» на платформе «Предлагаем». У нас в 2017 году был проведен сбор идей и предложений по благоустройству. Дмитрий Артюхов в лидерах рейтинга губернаторов исследования за январь-февраль представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Успех главы арктического региона эксперты объясняют тем, что в ходе ежегодного доклада законодательному собранию Дмитрий Артюхов заявил список приоритетов и решений на будущее. И в начале года он начал двигаться по этому плану. Так стартовало заявленное строительство моста через реку Пур. Второе заметное решение – увеличение размера и количества средств, заложенных на субсидии на жилье молодым семьям. Социально-экономическая ситуация в регионе позволяет Дмитрию Артюхову проводить популярные преобразования. Продолжилась практика подписания соглашений с крупными федеральными компаниями. В будущем вызовом для губернатора Ямала остается реализация заявленных концессионных проектов аэропорта в Новом Уренгое, моста через реку Пур и Северного широтного хода. У Муравленка состоялось очередное заседание местного отделения политического совета партии «Единая Россия». Единороссы обсудили организационные вопросы подготовки и проведения предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящую избирательную кампанию. Напомню, что жителям 10-го избирательного округа осенью предстоит выбрать депутата городской думы. Ранее этот пост занимала Светлана Каменская. На полицовете был определен состав комитета по организации и проведению предварительного голосования. Потенциальные кандидаты до 30 апреля могут подать документы в местный исполком партии. Предварительное голосование пройдет 26 мая. Избирательный участок будет работать в 4-й школе. Люди, желающие принять участие в предварительном голосовании, могут подавать свои документы в исполком партии «Единая Россия» по «Нефтяников-75». Принять участие в предварительном голосовании может любой житель города, независимо, является он членом партии «Единая Россия», является сторонником или является просто гражданином. Здесь одно из условий, чтобы он не был членом другой партии. Вот это самое главное условие. А так, любой человек, который хочет испытать себя, попробовать выборные кампании, мы приглашаем жителей города, приглашаем молодых жителей города попробовать себе в предварительном голосовании. С начала года муравленковские автоинспекторы выявили 10 случаев управления автомобилем в алкогольном опьянении. Три факта только за минувшие выходные. Какую ответственность понесут любители выпить за рулем и что поменялось с ужесточением наказания, выясняла Татьяна Бойко. К чему может привести нетрезвое вождение, наглядно продемонстрировал муравленковский автолюбитель, протаранив ворота ОМВД. От медосвидетельствования горе-водитель отказался, что автоматически по тяжести нарушения приравнивается к алкогольному или наркотическому опьянению. А это поселок Ханымей. Здесь за порядком на дорогах тоже следят муравленковские автоинспекторы. За рулем иномарки женщина подышать в ОК-тестер отказалась. Инспекторы составляют протокол. И таких случаев, когда машиной управлял нетрезвый водитель за два месяца, уже 10. Здравствуйте. Старший инспектор УАРГИ БДД города Муравленко, старшин полиции Иванова. Ваши документы, пожалуйста. Профилактические операции в Муравленко по выявлению пьяных за рулем проводятся регулярно. В преддверии праздничных, выходные дни обязательно проводятся профилактические мероприятия, к которым привлекается максимальное количество наружных нарядов. Разработана практика проведения так называемых карманов, когда блокируется движение на определенном участке улицы дорожной сети. Идется сплошная проверка транспортных средств, и ни один водитель во время такой проверки не остается без внимания сотрудников полиции. Между тем, борьбу с пьянством за рулем в России ведут не только с помощью профилактических операций, но и введением все более жестких санкций. За вождением в трезвом виде или за отказ проходить освидетельствование грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. В случае, если водитель лишает права управления, водитель обязан сдать в орган ГИБДД по месту исполнения данного постановления суда в течение трех дней с момента вступления в законную силу этого постановления. На весь срок лишения права управления водительское удостоверение находится на хранении подразделения ГИБДД. Если водитель не сдает в установленный срок водительского удостоверения, срок лишения права управления прерывается и будет начать только в том случае, если водительское удостоверение будет у него изъято, либо он сам добровольно его выдаст. А те автолюбители, которые повторно сядут за руль в опьянении, рискуют попасть уже под уголовную ответственность. И такие случаи в нашем городе не редкость. За текущий период 2019 года к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса уже привлечено два жителя города Муравленко. Санкции за данную статью предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы до двух лет, либо штраф до 300 тысяч рублей с обязательным лишением права управления транспортным средством. Впрочем, если верить статистике, серьезное наказание за управление автомобилем в алкогольном опьянении для многих стало поводом задуматься, стоит ли пить за рулем. С 2015 года, когда были приняты ужесточающие санкции, количество водителей под ШФМ медленно, но снижается. Если в 2016 за год прав лишились 140 автолюбителей, то в 2018 – 117. Татьяна Бурка, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Зарегистрированные кандидаты в молодежный совет начали проводить агитационные кампании. Сегодня они встретились со своими потенциальными избирателями в многопрофильном лицее. У молодежи достаточно идей. Каждый кандидат разработал свой собственный проект. В молодежный совет войдут 15 человек, но на выборы заявились 28 активистов. Кандидаты все большие молодцы, что, во-первых, смогли преодолеть этот путь от регистрации, выдвижения до получения звания кандидата. У них есть, безусловно, очень интересные идеи, есть смелые идеи. Возможно, даже несколько революционные, но на то они и молодежь, чтобы продвигать что-то такое интересное. Уже в эту субботу в Муравленко будут работать три участка – в колледже, лицее и молодежном ресурсном центре. Проголосовать смогут жители в возрасте от 14 до 30 лет. Обязательное условие – постоянная регистрация на территории города. Голосование начнется в 10 утра и завершится в 16 часов. Автоматизировать рабочий процесс и сократить сроки бурения скважин. Компания «Азия Дриллинг» внедряет в производство новый проект – цифровая буровая. Об инновационной системе, аналогов которой в стране пока нет, расскажет Татьяна Коломельц. Пилотный проект компании НСХ «Азия Дриллинг» цифровая буровая уникален сам по себе. Казалось бы, обычную буровую установку здесь превратили в абсолютно новый продукт, который позволяет бурить скважины быстрее и эффективнее. А главное – этот проект позволяет максимально уйти от ошибок человеческого фактора. В первую очередь, окупаемость произойдет как раз за счет ускорения. Ускоряя строительство скважины, мы меньше платим за эту скважину. Поэтому, даже несмотря на определенную дополнительную стоимость, вот тех дополнений, которые мы сделали на этой буровой установке, сокращение сроков, безусловно, позволит сохранить и стоимость скважины. Еще несколько лет назад вся работа на буровых установках осуществлялась вручную при любой погоде. Сейчас же рабочее место бурильщика больше напоминает кабину пилота самолета. Здесь находятся все инструменты для дистанционного управления процессом бурения и своевременного принятия решений. Это большой шаг вперед в плане бурения. У бурильщика были раньше только примитивные данные, то есть это вес на крюке. Мы не могли отслеживать. Вот я рассказываю сейчас вам про МСЕ, это система крюков бурения. То есть здесь я вижу уже в прямом эфире, то есть в настоящем времени, куда я бурю. То есть все данные здесь. Также система Рокет позволяет мне бурить слайдом, при этом колонна вращается. То есть мы опять же минимизируем время на бурение. К примеру, система мониторинга работы оборудования моментально оповещает о любых неисправностях в работе и предупреждает, если механизмы необходимо заменить. Человек не может сразу обхватить весь комплекс буровой установки одновременно, то есть оценить состояние. Зачастую, что у нас бывает из-за неправильной эксплуатации, либо из-за несвоевременного выявления отклонения в работе бурого оборудования происходит его преждевременный износ. В 2018 году «Газпромнефт-Ноябрьск-Нефтегаз» стал лучшим активом по промышленной безопасности. Новый проект только закрепит эту позицию. Автоматизированное оборудование, способное резко снизить травматизм на производстве, к чему компании и партнеры стремятся прежде всего. Результаты работы компании «Азия Дриллинг» отражаются в ежегодных рейтингах нашего основного заказчика «Газпромнефти». Основными критериями являются качество, сроки и безопасность. В первую очередь безопасность. «Азия Дриллинг» является неизменным победителем различных конкурсов, связанных с безопасностью производства. Идея проекта «Цифровая буровая» родилась в самом конце 2017 года. Тогда начался анализ лучших мировых практик, выбор надежных партнеров и коммерческие переговоры. Сегодня то, о чем еще год назад говорили как о большой амбициозной цели, стало реальностью. Начало бурению с применением новейших цифровых технологий положено. Идея проекта подобного масштаба – это всегда заслуга коллективная. Идея возникла одновременно компанией «Газпромнефть» и воплотилась благодаря эффективному взаимодействию с компанией «Азия Дриллинг». Была создана совместная рабочая группа и ориентировочно год назад, и в течение года мы изучали лучшие мировые практики в области цифровизации бурения. Чтобы понять, насколько успешным станет проект, специалисты предусмотрели кривую набора опыта. Первые шесть скважин компании «НСХ Азия Дриллинг» будут экспериментальными. К концу года станет ясно, оправдает ли себя цифровизация. Здесь, на этой буровой установке, реализован проект «Цифровая буровая», аналогов которому нет во всей России. Главная цель такой инновационной системы – повысить безопасность на производстве и снизить сроки бурения скважин. Уже сейчас понятно, пилотный проект компании «НСХ Азия Дриллинг» обречен на успех. В том, что его будут тиражировать и другие компании, сомнений также не возникает. Татьяна Коломица, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин